Они студентами были, их чувство на любовь с первого взгляда не похоже. Валерий Фролович из Оренбурга, Валентина Константиновна из Куйбышева. Студенческие пути пересеклись в 58-м на Целине. Их любовь рождалась постепенно. Сначала познакомились, потом присмотрелись, и вот уже больше 50 лет вместе. Были мы студентами на третьем курсе, уже встречались три года, все ходили, ходили. Он говорит, ну что, может быть, определимся? Он на квартире жил, и я на квартире, чтобы совместно жить. Ну что ж, и вот так мы поженились. Валентина Константиновна не была похожа на современных невест. У нее не было пышного белого платья и фаты. В Оренбургском ЗАГСе 18 апреля 60-го года жених и невеста были вдвоем, без свидетелей. Муж был в тенниске, это Оренбург, было очень тепло, хорошо. И все. Нас расписали, пожелали нам счастья. И мы оттуда выехали, ни колец, ничего. И когда уже шли домой, зашли в вивелирный, им муж говорит, давай колечки. На стипендии, на две стипендии собрались и купили. Давай купим тебе колечко. И мне купили колечко. На золотом юбилее свадьбы уже в Одинцовском управлении ЗАГС супруги оставь его не одни в окружении своих близких. Первый сын Сергей родился, когда молодые супруги учились на пятом курсе института. Второй Андрей два года спустя. В подмосковном Одинцове семья живет с 70-х годов. Золото бесспорно всегда считалось и считается одним из самых драгоценных металлов. Оно всегда символизировало что-то такое значительное, великое, достигнутое нелегким трудом. Так и золотая свадьба. Плод нелегкого совместного семейного труда на протяжении долгих лет. Роспись в книге юбиляров почти как роспись в свидетельстве о браке 50 лет назад. После торжественной церемонии вручение подарков сначала от сотрудников ЗАГСа, потом от родных и близких. Обещаем вам, что мы будем равняться на вас, что через 25 лет мы тоже придем сюда же. У нас была звать в 25 лет недавно. Секрет долгой и счастливой семейной жизни супруги Остафьева раскрыли своим детям давно. Золотые юбиляры говорят, если будет в семейной жизни уважение, будет и любовь. Просто нужно уважать друг друга, уступать, помогать. Самое главное – помогать. Это моя палочка-выручалочка. И потом детей приучили. Они нам тоже очень помогали. Теперь они женам своим помогают. Поэтому это долголетие – уступать, уважать. Планы на будущее супруги Остафьевой не скрывают. Они хотят отметить еще не один юбилей совместной жизни в Одинцовском ЗАГСе. Сыновья подарили юбилярам трех внучек. Девушки вышли замуж. И теперь супруги Остафьевой ждут, когда станут прадедушкой и прабабушкой. Горько! 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 Есть еще сила целоваться.